МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Массовая вакцинация от коронавируса на Ставрополье начнется 18 января. Этот вопрос обсудили на региональном координационном совете по борьбе с инфекцией. Согласно поручению президента, уже в понедельник клиники должны быть готовы к приему пациентов. Губернатор дал установку обеспечить полную безопасность процедуры и подвоз людей из отдаленных поселений. Записаться на прививку можно на сайте госуслуг в едином краевом портале здравоохранения и по номеру телефона 122 и в отделениях МФЦ. Сегодня вакцина в Ставропольском крае есть. В целом мы планируем в этом месяце до 50 тысяч доз получить, поэтому давайте уже всех желающих будем потихонечку вакцинировать. В то же время коечный фонд для больных коронавирусом расширит еще на 500 мест. Таким образом, специалисты во всем крае смогут принять почти 5000 пациентов. Сейчас 20% действующих коек остаются свободными. Также Владимиров предложил бесплатно тестировать на вирус всех, кто проходит плановую госпитализацию. На это выделят деньги из региональной казны. На Ставрополье создадут 54 центра дополнительного образования естественно-научной и технической направленности. Площадки откроют по нацпроекту образования. Так в сельских школах откроют 26 спортивных клубов, а в 61 школу региона привезут новые компьютеры и оборудование для презентаций. Помимо этого, для студентов СУЗов расширят сеть мастерских. В Пятигорске в 2021 году реконструируют Лазаревский сквер. Уже вымощены бурщаткой и природным камнем первые дорожки. В планах у специалистов облагородие территорию, прилегающую к храму. Работы проходят в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды, входящей в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». В Придгорном округе завершается строительство детского сада на 160 мест. Объект возводят станицей Сентукской. В дошкольном учреждении оборудуют бассейн, физкультурные и музыкальные залы. Сейчас специалисты занимаются внутренней отделкой цокольного этажа. Детсад строит по госпрограмме комплексное развитие сельских территорий.